I see trees of green, red roses too, what I see them blue for me and you, and I tell to myself what a wonderful world. I want to tell you that you have a sugar on your eyes. You were very much, very much, very much. I'm so much, so it works. I work and then once, I'm going to do it, so I eat a tort and well. мы с артуром чапаря нам разобрали недавно два часа разбирали психотип дмитрия гордона мы пришли к выводу что это наш любимый интервью блин есть два человека которые мне нужны это гордон и варламов вот если их не будет у меня не будет возможности вот вот сахар на тебя подействовал так 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 то не нужно вот чтобы был какой-то электрический шок вот я должен посмотреть любое интервью одну обязательно заставкой начали гордона с рекламные видел интеграции собственного канала ну и красные его штаны блин там уж все прекрасно давайте мы уточним я всегда уточняю мы сейчас про лысого гордона мы про лысого гордона потому что я украинского гордона да 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 вот это потому что это тоже важно да потому что был другой гордон который тоже сейчас хуйня полная но тогда когда-то давно жестко ну это так это так мы за правду же можно мы можно быть мягким может быть правдивым да вариант такой и у него была передача про науку где он приглашал каких-то прям ночью на этого до ночи надо чуваков там было там было оформление того я был еще и доску там знаешь там освещение такое очень минималистично организована студии прям было они курили никого не было помню шутка когда они сидели экзоциальные и косячок придавал и он брал да 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 я тоже круто крутая крутая передача где он сам ничего не понимал он прямо иногда прям по нему это было сильно видно но не понимаешь за что это куджи был в этом я тоже другое ничего куджи куджи я вам скажу у меня было ощущение что когда я включаю иногда куджи это тбилиси восемьдесят четвертый год я приоткрываю дверь и там пьяные друзья моего отца или бы его брать о чем-то разговаривать вот приблизимо не в твиттере писали никогда не любил разговоры бате с друзьями потом стал смотреть куджи в друг понял что я уже батя с друзьями понимаешь но вот так жизнь устроена так чё гордон гордон мы уточнили что другой гордон я пришел к выводу что это мой любимый интервью да почему не знаю просто да ну сердцу не прикажешь как говорится да да можно переходить к драмкам там нет помимо прочего там можно мы еще дальше надо выговорить мне как бы там еще у него есть очень крутой ход он если его перевести на общедоступный язык это представьте что человек в картинной галерее например на фоне какого-то художественного произведения открывает майку а там какая-то надпись типа хуйня ваше искусство да он открывает фотографировать типа ха-ха я сделал это пэш он периодически в разговоре вставляет вещи типа в проброс там идет разговор он типа ну это же это изобил вроде тот ответил не отметив что это какая-то херня значит он правильно то есть он вставляет какие-то ситуации под общие дискусс это очень прикольно у журналистов это называется поднасрать вот это серьезно ну как ну конечно когда ты в интервью типа классический вопрос перестали ли выпить коньяк по утрам ответить на этот вопрос никак нельзя я никогда не пил коньяк по утрам ты отвечаешь ровно так как ответил бы человек который хуярит коньяк ну я реально а вот что вот тут место спрошу я реально никогда не пил коньяк по утрам ну ты можешь это повторить сто раз великая история про таранта и папу римского что журналист встречает папу римского там было ли это в торонто я слышал в интерпретации связан сомненно хочется чтобы это было в торонто и журналист ему задает вопрос как вы относитесь к тому что в торонто решили легализовать публичные дома на что по-примски сказал что в торонто есть публичные дома и заголовок первый вопрос папы был если в торонто публичные дома вот это из этой серии примерно мне нравится гордон тем прекрасен ему первое очень сильно нравится что он делает он кайфует я смотрел его интервью с легендой киевского уголовного розыска по фамилии кур вот так вот получилось киевский уголовный розыск и там была легенда по фамилии кур но то есть если бы это было в москве была бы легенда по фамилии мур ну понятно и вот мне нравилось как вот он они вот обсуждают бандитов и как вот он кайфуется этих разговоров как он спрашивает а вот череп какой вот был и вот не вот это на отведе видел как он поет нет можно хотел чтобы он признаюсь признаюсь давайте надо сделать я не видел ни одного интервью гордона для меня вот сейчас как вот такие крутые фанаты ольги бузовой типа это все и моя этажа такая некая пост ирония какая разница ответа на этот вопрос у меня нету ну да так ребят куджи обсудили ты хотел чтобы он пришел в куджи да был забавно супер а я нет 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 я думаю что вот форматы не должны смешиваться а мне кажется было бы круто я бы мог целый ну по полвечера а если в конце сообразить смотри вот это не гордо не подожди не подожди это разные юниверсы их смешивать нельзя то есть это как смешать дисси и marvel сразу видно не было у тебя сеги мега драйв была там где можно было с суперменом посражаться с этими с но это пиратская вся из нее нет нет ни позже как они могут так ну давно уже существует такой mashup где можно из разных этих я против вот и против это против природы человек паук должен быть здесь бэтмен здесь они не орден должен быть здесь и куджи должен быть здесь они не должны встречаться давно хотел спросить забавно что мы так долго друг друга знаем но ни разу не общались долго больше 10 минут это прикольно да о здрасте спасибо это что этот кофе это кофе вот сюда это он судя судя по легенде до судя по легенде моей моя самая любимая команда к вен в мире это команда кого и новые армяне была с гастролями в лос-анджелесе и ты и я так понимаю так вы зашли в комедийный клуб и увидели комедийный клуб а это даже не комедийный клуб это был второй этаж какой-то был клуб вот мой вопрос это не правда ничего какое название даблин это неизвестный клуб нет это пап где на втором этаже причем прикольный пап потому что там не убирают кожуру от арахиса но это такая есть американская тема где ты ходишь и хрустишь а на втором этаже была вот вечеринка где выступал черный чувак и сюрприз сюрприза рассказывал про свои взаимоотношения со своей тещей ну это не был там камеди стор какой-то целор нет это был просто просто охерел потому что одно дело когда ты видишь это в виде какой-то кассеты да или ты видишь не знаю а ты видел это в виде какой-то кассеты ну конечно окей а потом ты видишь это все живем наверное другие впечатления там же важно в этой истории и что о чем был камеди клуб в начале это не а выступающих это о химии которая существует вокруг выступающих и когда мы делали камеди в берлинском доме там же не был никогда билетов там не был никогда ничего не продавалось там главное было вот создать вот эту атмосферу сопричастности где непонятно где выступающий а где зритель вот это ощущение ты знаешь потом вот я понимаю о чем ты говоришь и вот сейчас открылись комедийные клубы москвы в частности открылся наш стендап store и вот про химию немножко не то вот не больно это признавать с теми ограничениями которыми есть то есть стены этого клуба завод существования ну мало слышали таких реакций то есть вот эти вот настройки наш как вот кот комедийный зал это вот как гитара который ты должен хорошо настроить как скрипка чтобы она правильно звучала не то больно признавать но но зато у вас сейчас есть как назвать про неправильное слово бизнес у вас есть индустрия у вас уже появляются правила игры и более того вас появляются абсолютно различные и понятные стили и люди которые ассоциируются с этими стилями мне кажется это намного важнее чем стены того или иного клуба я говорю о реакции зрителя а значит некоторые места такие как стендап сторону есть много таких мест на клуб номер один там бывают вот на нашем языке разъебы и когда у зала правильные настройки зал надо правильно настроить допустим я против столов если это театр то есть я вот мне рассадка допустим comedy club а не нравится то есть столы сзади либо все должно быть столы мне нравится столы сзади рассадка типа просто обычная вот такая мне нравится когда очень плотно вот когда люди очень плотно когда им ничего не мешает то есть они не наоборот или все мешает им все мешает да и они сконцентрировали да наоборот им все мешает и они сконцентрированы только на комики то есть бесшумная посуда нет громких вилок и прочего вот зажатые обстоятельства, так как это... И вот тогда бывает такая плотность смеха. Ну, ты видел это, допустим, на съемках наших подкастов. Да, лайв. Ты помнишь, какие там бывают иногда просто... Сейчас пока, пока, к сожалению... Ну, я согласен, что основное впечатление... Ну, по крайней мере, со сцены плохо видно, я же не знаю. Но главное, как будто всегда начинается этот процесс, если там смех пошел. Он вот здесь начинается, где как раз люди сидят так, ну, как бы, что когда вот в последнем подкасте девушка там бутылку опрокинула, в результате она там себя облила, сцену там, еще скольких-то человек просто настолько все плотно сидят. Так, слушай, я слышал, это правда, я слышал, что ты был в Африке и строил там комедийный клуб. Нет, нет. Нет, никакого отношения к комедийному клубу не было, там вообще его нету, там есть один человек в Кении, его зовут мистер Черчилл. Что он делает? Он комик. Он комик? Он комик, да. Я там делал, мы делали проект медийный, я там просидел полтора года, и, честно говоря, вот у меня в жизни было, наверное, два таких очень серьезных случая, когда я выходил из зоны комфорта максимально далеко. это армия полтора года, но там было... Я думал, ты скажешь, шотландская юбка. Да нет. Это было круто. Это было круто. Слушай, мы с Георгием, с нашим, мы с моим другом, который мы дружим, мы всегда смотрели такие, как он круто выглядит, Таш, в этой... Это было очень круто. Я жене говорю, к нам сегодня придет Ташин, который в юбке объявляет. Прошли годы, годы, понимаешь? Все-таки это ассоциация мне вообще ок. Свек. Абсолютно. На тот момент. Более того, мы подправили сначала было в неправильных носках, потом мы выровняли. Обсмей, да, да, там подровняли, там настройки, настраивали. Настройки были. Это было круто. Я себя чувствовал очень комфортно. Обсмейте меня, можете обсмейте меня, но в 2008 году лучшая русская видео, клип, это была песня Павла Воли, маме и этот клип. Ты помнишь этот клип? Нет, конечно. Классный клип. Почему нет, конечно? Ну, подожди, почему нет? Ну, давай. Клип в 2008 году, клип с Павлом Волей. При каких вот обстоятельствах? Музыка, ВНТВ. В 2008 году. Что ты делал в 2008? В 2008 году я жил в общежитии, чувак. Я только закончил университет. В общежитии я вообще не то, чтобы смотрел телевизор. У тебя не было Ютьюба? То есть, скажи, пожалуйста, сейчас... У меня был Ютьюб в 2008. Сейчас мы можем твою зону далекую от комфорта поставить. Твою Кению смотрите. Да, давай, да, да. Твое общежитие. Кения. Да, Кения – это очень странно. Сейчас, знаешь, после того, прямо начинается это, знаешь, начало, начальные кадры фильма про человека, который в тайской тюрьме в России. Нет, это было странно, это было интересно, но это дико не мое. Подожди, а Кения? В Кении же православная церковь? Нет, ты путаешь с Эфиопией. С Эфиопией путаю, да. Кения – это место, где есть все церкви, которые, возможно, там. Условно собрались 20-30 человек и организовали себя. Ну, в основном это христианство, конечно же. Ну и как внутреннее приключение получилось? Слушай, ну это эти отроки во Вселенной. Во Вселенной? Да. Иду на астру. Вот это все, понимаешь? Акопит, ты стал взрослым, у тебя появились волосы. Вот это все. Такие олдскуданцы. Там вопрос того, что ты реально контактируешь с другой цивилизацией. Тут вопрос даже мы, сидя здесь, должны, наверное, час-полтора проговорить, чтобы понять, на каком языке коммуникации у нас все происходит, понимаем ли мы друг друга. А ты представь, что ты разговариваешь с людьми, которые иначе все понимают, и иначе видят мир. И тебе надо как-то с ними находить общий язык. У меня была теория, которую я задвигал Андрею. Я считаю, что каждый просвещенный человек, а под словом просвещенный я имею в виду путешествие своего сознания, а если есть возможность и тело, должен побывать в Африке. Как побывать? Как тетя Мотя пофотографироваться на фоне львов? Ну, в каком-то смысле, не важно как. Ну, в каком-то смысле должен. Как я это себе представляю? Просто сам себе составил программу поездки. На месяц. Ну, ты понимаешь, да, что Африка – это очень разная вещь. Да, ну, допустим, вот Кения, Танзания, ЮАР. Ну, это... Это хорошая Африка. Ты сейчас сказал, ну, допустим, мы побываем в Европе, например, в Испании, в Украине и в Туркмении. Вот такого. Ну, хорошо, давай, Руанда. Ну, ну, да. Уганда. Мы сейчас во что играем? Нет, я хочу просто попытаться угодить, угодить тебе страной Африки, чтобы ты сказал «дах». Нет, Африка прикольно. Нет, ЮАР. ЮАР. Если угодить... Нет, побывать на континенте. Побывать на континенте, да, но в Кении было... Как и Египет на континенте, если что. Если что. Ну, это Ближний Восток больше. В смысле? Съездил? Съездил? Марокко. Вот сейчас мы ездили в Марокко, ребят, но это, да, вообще никакого отношения к Африке. Я фильм видел, который действует, который поступает в Марокко. Можно я объясню? Можно я объясню? Если хорошо. Более того, извини, я в Африке делал половинку айронмена в Марокко. Такое ощущение, что это к Африке никакого отношения не имеет. Я объясню. Я имею в виду не типа, а типа ставить туристическую галочку. Вот у меня была поездка в Азию. Длительная. Где я не снимал отели дорогие, где я снимал максимально дешевое жилье. Почему? Можешь объяснить? Потому что я хотел побыть как бы местным жителем, типа хотя бы приблизительно. Вот ты можешь мне объяснить? Извини, пожалуйста, мы можем вклиниваться? Конечно. Мне вот периодически, я не понимаю людей, которые мы сейчас поедем вглубь Африки и будем жить в металлических бараках. Нет, не так. Чтобы что? Ну, чтобы проникнуть. Я не про это говорю. Про что расскажи? Я имею в виду не типа в хижине и прочая типа тема. Я имею в виду, что у тебя есть там айфон со всеми приложениями. И ты сам все это сделал. Проложил себе путешествие. Я не говорю о том, чтобы, блядь, есть змей вместе со всеми. Да, ты просто имеешь в виду, что вне туристического бизнеса. Да, да, да. Немножко ты сам все продумал, сам все нанимаешь. Ну, это путешествие. Сам себе прокладываешь путь, но не какой-то трудный. Максимально комфортный какой тебе, но при этом, чтобы он был интересный. Вот и все. Я вот что хочу сказать. Я понял тебя. Путешествие, ребята. Путешествие. Не осознание себя. Путешествие обычное. У меня нет таких вещей, таких мест на планете, про которые я бы мог сказать, что вот туда нужно любому образованному человеку здесь. Британия. Британия, она есть. Вон там, на карте ее можно найти. Я просто к путешествиям так себе отношусь. Я не очень люблю путешествовать. Ладно. Вот в чем. Но идея в том, что ты берешь на полтора года, насильно себя запихиваешь в другую культуру, она нормальная. Я подумал сейчас, мне нравится эта идея. Потому что она-то как раз... Ты не претендуешь на то, что ты поймешь эту культуру, но как-то соприкасавшись, ты получишь какие-то впечатления, хочешь ты этого или нет. Совершенно верно. Более того, происходит некое окисление тебя лично. Я это имею в виду. Это впечатление, это и есть. То, что получается в результате взаимодействия. Тут забавно, что хочется сказать, что в России есть много мест, куда бы можно было так же погрузиться на полтора года. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я почти верен, что если поехать и пожить полтора года во Владивостоке, я бы потом подумал, что это вообще совсем другой мир по сравнению с Москвой. Так ты же из Тамбова в Москву переехал. Вот прикинь, в Тамбове как бы... Тамбов и Тамбов. Как бы я приехал в Москву, вот они сильно как бы... После десятилетия, чтобы я более-менее проникся московской штукой. Хорошо. Все, что я знаю, допустим, о ЮАР, как бы о самой, я так понимаю, развитой стране Африки. Что там есть, допустим, Кейптаун или Кейптаун, Юханн, Юханнсбург, который из них самый опасный, входит в число самых опасных городов мира. Какой самый опасный, Дим? Кейптаун? Кейптаун? Где вы были? Вы были... А? И Юханнсбург, и Кейптаун очень опасный. Ну, очень же опасный. Ну, да, самое большое количество убийств. Самое большое количество убийств. При этом вот. Итак, рубрика «Лапидарность» от самого быстрого мобильного интернета «Мегафона». Уже наша постоянная рубрика, Тимур. Да, в этой рубрике я ставлю такое experience, где я выявляю, насколько лапидарен Андрей. Что такое лапидарность, Андрей? Лапидарность – это краткость. Краткость. Да, я спрашиваю какой-нибудь научный факт, обещанный в будущем. И Андрей мне должен кратко ответить. Итак, подъехали, Андрей. Я прочитал, что в будущем пожары будут тушить гигантские беспилотники. Это правда. Сейчас тестируется такая система, при которой берут большой беспилотник, который предназначен для перевозки людей, например, раненых. И его переоборудуют в пожарную систему. Оказывается, очень удобно. Можно тушить небоскребы. Скажи, пожалуйста, какого максимального размера может быть беспилотник? Представь себе летающий запорожец. В будущем смартфоны будут регистрировать землетрясение. Типа будет какое-то приложение? Нет, не приложение. Крутая вещь, что Google планирует встроить в Android, в операционную систему, штуку, которая будет позволять с помощью тех же устройств, которые, например, в смартфоне регистрируют, когда ты его трясешь, регистрировать легкие землетрясения. В результате у тебя получится, представь, мировая сеть сейсмографов. Несмотря на то, что каждый из этих сейсмографов не очень чувствительный, из-за того, что их много, можно офигенно регистрировать землетрясение. Как в аватаре. Даже лучше. Электричество будут передавать без проводов? Типа как Wi-Fi? Да, типа как Wi-Fi. Система тестируется в Новой Зеландии. Передавать электричество можно, в принципе, от километра до нескольких километров. То есть, натурально стоит антенна. И с помощью микроволнов передает электричество. Штука в том, что принцип такого передачи электричества был известен достаточно давно. Но только сейчас, наконец, удалось это довести до примерно, ну, до более-менее реальной передачи. Забавно, что в Новой Зеландии проводов не будет, поэтому там все останется по-прежнему красиво. И нас не будет бить током? Нет, нас током будет все равно бить. То есть, вот эти волны, которые будут с одной антенны посылаться, если мы попадем под их трафик, нас ударит током? Нет, если мы попадем под их трафик с чем-нибудь металлическим, в котором возникнет ток, то нас, возможно, ударит током, если это будет достаточно большая штука. Например, ключи? Нет, думаю, что-нибудь побольше. Например, автомобиль. За износом шин будут следить радаром. Имеется в виду небольшой радар, который встроен в автомобиль. Дело в том, что за износом шин, обычных шин, не, например, в Формуле-1, а обычных автомобилей, довольно сложно следить. То есть, их нужно либо осматривать, либо ехать в автосервис. Подразумевается, что у тебя будет стоять радар, довольно стандартный. Он, значит, смотрит за шинами, и оказывается, те данные, которые он тебе передает, позволяют регистрировать износ шин в реальном времени. То есть, по сути, у тебя получается, как раз, конечно, более лайтовая версия, как в Формуле-1, когда ты знаешь, что твои покрышки износились. Как в аватаре. Как в том аватаре, который не Кэмерона, а тот, который про Анга и четыре стихии. Ну и последний вопрос. В будущем кирпичные стены домов превратят в конденсаторы. Конденсаторы – это штуки для запасания электрической энергии. На самом деле, кирпич, оказывается, можно использовать обычный кирпич, обожженный. Вот обычный. Кирпич можно использовать как материал для конденсаторов. Штука заключается в том, что можно использовать стены уже существующих домов. То есть, конденсаторы не надо будет строить. Можно будет достраивать к старым зданиям, и они превратятся в огромные батарейки. Андрей, мой вывод сегодня. Ты сегодня слабовато лопидарен. 40-47. Хорошо, ладно. 47. 47 процентов лопидарности сегодня. Не всегда ты побеждаешь. Это была рубрика «Лопидарность» от самого быстрого мобильного интернета Мегафона. Про убийство я вам расскажу очень интересную историю, связанную с Найроби. Найроби был дико красивым городом. Собственно говоря, до момента, когда оттуда свалили англичане. Потом все это превратилось в не очень ок. И в Найроби проводится ежегодный нейробийский марафон, который в себя включает 10 километров, полумарафон и, собственно говоря, марафон. И мы приехали, я бегаю. Мы решили, что тусовка, что обязательно надо вот этот тоже, знаешь, как-то посмотреть, что это такое. Взяли слоты и прихожу. Я взял половинку, я встаю в стартовых воротах и смотрю, что рядом люди взрослые, 50-60, с детьми, в туфлях. И я так оглянулся, их очень много. А потом выяснилось, что только в день марафона перекрывается весь центр. И единственным легитимным способом прогуляться по центру Найроби, когда он безопасен, это в рамках полумарафона, десятки или марафон. И они взяли слот с семьями и решили прогуляться по вот олдовому, собранному еще в свое время англичанами старому центру Найроби. То есть вот это самое главное, что угнетало, это отсутствие общественного пространства вообще как такового. То есть все происходит за забором. Потому что сверхопасное, правильно? Ну, системно, да, хотя ты живешь в пресловутой там Блюзон, это рядом с Миссион, которая самая крупная, и самое крупное британское и американское посольство, потому что Кения – это как бы такой островок стабильности в этом регионе, рядом с Сомали, который очень удобно из Кении все это дело делать. Ты живешь в закрытом поселке, который на территории закрытого какого-то комьюнити. И угнетающее обстоятельство, что ты, по сути дела, напрочь лишен вот этого ощущения общественного пространства. что для меня, как человека дико любящего большой город, который вот этим урбанистским вот запахом какашек из Нью-Йоркского метро, это вот меня возбуждает в большей степени. Мне нравится вот это ощущение, когда ты утром выходишь в какой-нибудь большой город, там вот это утро пары и пахнет чем-то непонятным, и вой сирен проезжающих. Вот это меня заряжает. И если этого нет, то это больше всего угнетает. А там этого нету вообще. Я подумал, что мне вообще все это не нужно. Иногда я люблю даже постоять в пробке утренней, ну такой минут 10. Как-то нет. А потом еще очень важный момент, который начинает угнетать, это когда ты не находишь понимания в разговоре с людьми. То есть, когда твой язык коммуникации напрочь не работает. То есть, ну, потом приходишь к осознанию, что, например, у людей нету... То есть, если человек говорит «да», кенис, ну, неважно, из какого племени, это «да сейчас». Вот именно сейчас. Вот сейчас – да. Но это как-то не передается уже на завтра, и я не говорю уже на неделю. То есть, насколько я понимаю, у них даже языковой формулировки такой нету. Да, потом? Да, да, потом. Нормально. То есть, да, сейчас – да. То есть, если я тебе сказал «да», это сейчас – да. Но это не значит, что мы перенесем это «да» на завтра. Это очень круто. Возьмем это на вооружение. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что вот это «да» завтра, вот это системное. Мы договорились две недели назад, что вместе идем в кино. Это только у нас. У нас-то и под... Ну, это потрясающе «да» сейчас. Нет, подожди, подожди. Ты под нас кого подразумеваешь? Если ты подразумеваешь западную цивилизацию... Нет, я имею в виду цивилизацию, которая вот постсоветская, российская. Нет, отношения со временем... Вообще антропология времени – это отдельный такой любопытный момент. Ну, типа то, как мы видим время. Есть же такая тема, что язык и многие аспекты языка на самом деле влияют на аспекты нашего сознания. То, как мы видим мир, как мы его понимаем. Естественно. От этого... Ну, там не очень понятно, до какой степени. Да, есть радикальные гипотезы, как вот в фильме «Прибытие». В фильме «Прибытие» там идея, что... Этот фильм стоит посмотреть? Конечно. Это один из лучших фантастических фильмов за долгое-долгое время. В конце я рыдал просто. Стоп. Более того, это один из редких фильмов, при просмотре которого ты забудешь про существование мобильного телефона у себя. Супер. Я недавно смотрел фильм. Невероятно. Душераздирающий. Душераздирающая драма, сделана по канонам. И я чуть не заплакал, если бы я не так сильно хотел спать. Вот именно в тот момент... Хороший вариант. Именно в тот момент, когда нужно заплакать, я типа вот все. Я киморнул. Нормально. Вот. А мы не будем, да, спрашивать, про какой фильм? Нет, конечно. Сказать... Это не важно. Давай, давай. Не надо. Пусть это... Он потом в технике. Так, дорогие подписчики, кто угадает, про какой фильм я говорю? Ставьте лайк. Да, как это. Да, вот кто угадает, про какой фильм я говорю, я... Ну... Тимур сфотографирует свою слезу и выложит ее в наш телеграм-канал. Да, и пришлем мерч. Слеза. Слеза, да. Так. Вот. И там же есть такая гипотеза, что, ну, там, идея фильма строится на том, что прилетели инопланетяне научили своему языку людей, люди стали разговаривать на их языке и совершенно поменялось их представление о времени. В частности, они стали видеть все время сразу. От начала до конца. Ну, типа, мы как видим время? Мы видим сию минуту. У нас есть прошлое и будущее, да? Ну, и, типа, мы в будущее вроде не можем смотреть. А, типа, идея этого фильма в том, что, на самом деле, просто язык у нас так устроен. Если бы у нас язык был устроен по-другому, мы бы сразу видели и прошлое, и будущее. Просто для нас бы вся наша жизнь существовала одновременно во всех своих моментах. И хороших, и плохих, и чудовищных, и прекрасных. Вот. И мы бы могли это обозревать единым образом. Вот. И это, конечно... Андрей, ты потрясающий. Нет, Андрей, более того, согласись, как круто, что при создании фильмов они привлекают такое количество умных людей, чтобы это все правильно было прописано. Потому что там, ну, там же главное, опять же, во всех этих историях, как я вот в прошлый раз про Дарк говорил, важно не научно-популярное содержание, а то, что в конце задается очень понятный живой вопрос. Почему этот фильм настолько душераздирающий, особенно если у тебя есть дети, да? Потому что вопрос, я не буду спойлерить, да, который там задается, он просто настолько радикальный, что ты смотришь, и ты, ну, непонятно. Ты такой, я бы не хотел делать этот выбор никогда. Дорогие наши слушатели, зрители, подписчики, все смотрим фильм «Прибытие» вместе. Делимся. Потом обсуждаем. Делимся в печатление. Такие комментарии, самое главное, о ваших впечатлениях пишите под ближайшим интервью Дмитрия Гордона. Точно, несомненно. Да, давайте так. То, которое выйдет на момент выхода этого. Точно, сто процентов. Давайте устроим такую тему. Так вот, давай вернемся к времени. И поэтому, конечно, когда ты рассказываешь, что вот такие нюансы, они раздражают так же, как они раздражают в общении, например, с азиатами. Да, вот с японцами трудно бывает. Вообще японский же язык, он же очень визуальный. И когда люди начинают изучать японский язык, то выясняется, что там же иероглифы, они все построены на каких-то изначальных картинках. Там у них есть какой-то смысл. И это, соответственно, постоянно... Ну, ты... Вот представь, мы сейчас как общаемся? У нас есть в телефоне стикеры. Ты послал стикер. Типа, прикольно. Стикер – это какой-нибудь там... У меня, например, есть стикеры, я про них уже говорил, где аниме и цитаты из гражданской обороны. Вот такой мэшап. А теперь представь, что у тебя целая культура тысячи лет так общается. Потому что ты кинул иероглиф. Человек такой, нормально. Это же тот же стикер, просто ну... А этот иероглиф из какого-нибудь крутого пака, понимаешь? Да, и он еще так нарисован. У них же еще типа... Вот это ему кинул не просто «иди нахуй», а так прям... Он такой... Какой хороший иероглиф. Поэтому, конечно, это все сказано. Это удивительно. Мы же как-то поднимали вопрос, что... Я же спрашивал, что правда ли, что человек, если разговаривать на двух разных языках, возможно, что во время каждого языкового сеанса у него абсолютно разный характер. Ты знаешь, я как человек, который говорю на двух языках и часто думал... Ну, основных. Ну, мы же там за рамки выводим. Я говорю про русский и армянский. Там иногда очень веселые происходят трансформации. Когда ты переводишь, например, армянские конструкции на русский язык, и это выглядит для тебя странно, и это вызывает недопонимание у окружающих. Например, вы когда машина останавливается, что делаете? Вы ходите, правильно? Ну, да. А в переводе с армянского вы спускаетесь из машины. И когда ты не контролируешь, говорит, пожалуйста, здесь остановитесь, я здесь спущусь, у человека начинает как-то... Ну, понятно, да. Да, прикольно. Вот там же есть огромный... Я даже представляю, какой интересный винегрет у людей, которые, например, одинаково в трех-четырех языках. Ну, я точно есть результаты, что у детей билингвов, которые прям дети билингвы, у них прям мозг отличается. То есть там есть прикольное исследование было, где дети, которые типа росли в семье, где было два языка, а потом перестали. Ну, типа дальше это не продолжалось. У них такие же следы, как у детей, которые выросли. То есть это изменение на биологическом уровне. Мозг по-другому. Можно сделать МРТ и сказать, да, действительно, скорее всего, человек билингв. Но это не распространяется, когда ты выучил потом два языка. Это все-таки с детей нужно. Но то, что это явно как-то сказывается, это да. Но и это забавная мысль, что ты не знаешь, чего ожидать от людей, когда ты с ними разговариваешь, возвращаясь к Африке. Что если да, ну да сейчас, но не может быть да потом. Ну, это же тоже старые, я думаю, бородавые, когда-то история про то, как покупались земли у коренного населения Америки, Северной и Южной, что им говорили, давайте мы купим землю, а они такие, купите землю, ну да, давай, окей. Ну, долбоеб какой-то предлагает, это же не мы. Это же примерно то же самое, да? Еще очень интересно, как они часто обращаются к термину счастлив. Говорят, я вот это сделаю, я буду счастлив. Они прям. Да, вот это сделает меня счастливым. Для человека, выросшего в России, ну и на постсоветском пространстве, я думаю, Армения не исключение, слово счастье, оно немного другое означает. Про это даже было тоже там, что вот английский же happy, это же не русское счастье. То есть, I'm happy, ну там, and I'm happy, вот все такое, легкое ощущение, легкое чувство, оно пришло-ушло. А русское счастье, это ты так прям счастлив. То есть, ты фундаментально, из глубины, просто вся твоя душа участвует в этом процессе. Андрей, если ты застегнешь рубашку, то ты был бы похож на маньяка из фильма «Зодиак». О, слушай, надо попробовать. Ну, на одного из подозреваемых. Ну да, мы же не знаем, кто был «Зодиак». Мы в прошлом подкасте обсуждали сериал Netflix про наркотики. А, про наркотики. Экономика наркотиков. Да, «Business of Drugs». Да, и мы смотрели, вот нам очень понравилась с Андреем одна, ты не смотрел? Нет, еще. Нам с Андреем очень понравилась одна серия про то, как афганский героин, трафик афганского героина перестроился через Африку теперь, потому что раньше он шел через страны Ближнего Востока, но так как там война и все нестабильно, они кинули все через Африку. Но мы вот, к сожалению, не раскрыли тему, которая нас действительно, от которой стало грустно, потому что в Африке-то никогда не было наркотиков. И тут, в какую страну внизу? Кении и Танзане. Кении и Танзане, да, потому что более или менее все стабильно и так далее. Там еще так хорошо написано, что типа, а бы куда наркодилеры свой наркотрафик не направляют, там должно быть, типа, хорошо организовано сообщение, там должны быть большие порты, чтобы это можно было все прятать. Там должна быть стабильная экономика, потому что... И умеренный демократический режим. Конечно же, там же очень важно, чтобы соблюдались договоренности, они в основном все, собственно говоря, строятся, мне кажется, на устном уровне. На устном уровне, да. Поэтому какая-то преемственность договоренности должна присутствовать. А она, возможно, исключительно в стабильном режиме, каким бы он ни был. Да, и вот нам с Андреем, я говорю, нам стало грустно от того, что африканцы узнали, что такое наркотрафик. Они и так нищие, и так ничего нету абсолютно. Там помнишь этот дилер, он же в дом из земли пришел. Это там офигенный момент. То есть они такие типа... Дилер с килограммом героина зашел в дом из земли и начал его сфасовать в какую-то... Да. Там просто потом в другой серии были дилеры, которые в Азии таблетки толкают, и там сидит чувак, ну, в модных кроссовках, весь такой, рассказывает, что он за одну ходку там, они там сколько-то сотен тысяч поднимают. И тут вот этот дилер, который натурально в доме из земли на какой-то двери, я не знаю, из чего у него сделан стол, такой, да, я сейчас вот сверну и продам там. Нищим людям. Как это на самом деле, вот, по-злодейски на самом деле получилось? Но при этом еще очень важно отметить, что действительно тема креативности, она как-то там встроена. Я вам честно скажу, там нету ни одного кабака, где была бы хреновая группа. Ну, прикольно. Это, кстати, это боль. То есть вот кенийцы, они не по арту, они по музыке. По музыке. И трудно себе представить, во-первых, чтобы состав, во-первых, там обязательно мужик и тетка поющие, и чтобы они плохо пели, это невозможно. Это просто вот их история, чтобы музыка была хорошей. В душе. Чтобы счастливы были. Ну, это помимо того, что твой автобус должен расписан быть, исходя из твоих предпочтений, там, цвета Челси, Манчестер Юнайтед или Лейкерс. А, серьезно? Ты должен продемонстрировать, да. Обязательно. Конечно. Вот так там болеют? Конечно. За Лейкерс? Ну, они болеют за своих. А, ну да. Не, кстати, баскетбол, там тоже, ну, все, что связано. Сегодня у нас спонсорская тема от Geekbrains. Это компания, которая занимается онлайн-образованием, целая экосистема. Подожди, Андрей, мы с тобой говорили в каком-то подкасте, и у тебя был опыт онлайн-образования, и ты говорил, что это странный опыт. Вот, давай так, смотри. Это было правда с точки зрения преподавания. То есть, когда я преподавал, так как у меня было сначала оффлайн-образование, а оно потом превратилось в онлайн, я этого не выбирал. Это было для меня необычно. И я честно признаюсь, мне не понравилось. Но потом я принимал экзамены. И я тебе скажу, что это совсем другая история. То есть, вот, экзамены тоже были дистанционно. Вот, как жизнь устроена обычно? Если человек не ходил на твои семинары, все. То есть, он приходит и плавает сразу. Вот я принимаю экзамен, ну, как бы по компьютеру. Вот я вижу, девушка не была ни на одном моем семинаре. Устно. Устно, да, я с ней разговариваю. И она все отвечает. Я ей даю задачу, она все решает. Я говорю, а вы же вот не были ни на одном моем семинаре. Вы из моей группы. Ну, вот я вас не видел. Она говорит, да, конечно. Но я смотрела все ваши семинары по записи. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну как? Ну, вы же вот, типа, онлайн-семинар. Ребята записывают. Потом кто не был, они просто раскидывают. Я, типа, в свободное от работы время посмотрела ваш семинар. По сути, послушала подкаст. По сути, послушала подкаст. И я такой думаю, нифига себе. Она говорит, ну да, очень удобно. А потом еще, типа, кто тебе скинул, он там был на семинаре. У тебя вопрос, ты его спросил, он тебе пересказал. Я думаю... Наконец-то у лекции появилась библиотечная ценность. Ты понимаешь, какая история? Что я никогда про это так не думал. Для меня, ну, как бы, ты приехал в универ, занимаешься. Ты уехал из универа, это уже твоя какая-то... Ну, ты не занимаешься. А у человека по-другому в голове это все устроено. Он поехал в универ, в онлайне, по дороге позанимался в свободное время, когда ему удобно. И это работает. То есть одно дело, я так думаю, ну, мне некомфортно. Но если с точки зрения студента это работает, если человек, несколько людей так подготовились, это вообще, на самом деле, был один из самых топовых экзаменов. И эта группа как-то космически сдала там какое-то лютое количество пятерок. Я обычно не ставлю столько, и другие преподаватели не ставят. Но в целом, вот, пожалуйста, люди из онлайн-образования почерпнули самое-самое... Ты меня аж заинтриговал. Так, и что? Ничего, просто хочу сказать, что вот я поменял свое мнение. Я теперь считаю, что, ну, как бы, я думал, что мне не нравится, и это плохо. Но теперь выясняется, что мне не нравится, потому что я старый. И, наверное, мне надо пересмотреть свое отношение к этому, есть ли это, работает. А это работает, вот пример. Поэтому вот онлайн-образование – хорошая штука. Ну, в этом, на самом деле, есть что-то контролировать свое время и выбирать именно тот... Допустим, вот у меня мозг хорошо работает где-то с пяти до восьми вечера. Не самое университетское время, прямо скажем. Не самое университетское время. Но вот что-то, чтобы получить или что-то впитать – это самое идеальное время. То есть, если я могу сам себе назначать там онлайн-уроки, онлайн-курсы, это лучшее, что может быть. Вот, и поэтому, видишь, Geekbrains и спонсировал эту тему для обсуждения. У них онлайн-образование, учат программирование, учат разным онлайн-дисциплинам, дизайн, продакт-менеджмент и прочие вещи. Учат у них специалисты, то есть это практические курсы. Вот. И, соответственно, они помогают с трудоустройством. Это самое главное. Мне кажется, это вообще недостаток всей образовательной системы, что после того, когда ты заканчиваешь университет, тебе некуда податься. То есть, университет вообще не заботится о том, ну, куда этого специалиста теперь направить. Ну, да, хочется сказать, что в универе есть ярмарка, вакансии, и это все. Да, а если здесь есть эта тема, это вообще лучшее, что может быть. Geekbrains. Geekbrains. Пройди тест от Geekbrains по ссылке в описании. Узнай, какая профессия тебе подходит. Собственно говоря. Я когда зашел, вы говорили какие-то слова о Куторбе. Мы говорили про американский футбол. Мы говорили про американский футбол. Я рассказывал как раз Ташу, как я в 99-м, когда приехал в Америку, вот на помену, я попал, ну, я приехал, я жил вот в семье, и там, ну, это который приемный отец сформулировать можно так, хотя по-русски другой это означает. Он болел за команду Сент-Луис Рэмс. И на тот момент эта команда типа дико сосала, просто она была вообще отстой. Вот. И в тот год, когда я приехал... Извини, пожалуйста, я про Рэм очень смешно, как перевели с Микки Рурком. Помнишь, он Рэм? А его перевели в молот. В молот. Потому что они посчитали, наверное, в адаптации, что бык или как баран... Да, это скорее овцы-бык на самом деле. Да, что в названии фильма главный герой овцы-бык как-то для российского зрителя будет тяжеловато для вас. Да, это правильно. Поэтому Рэм превратился в Хаммера, то есть в молот. Вот. И я попал, что они начали... И у них случилась совершенно голливудская история. Совершенно голливудская. Ты жил с OBG? Нет. Начинает команда... Ты понял? Начинается... Да, я нет. Вот. Начинается команда... Ты смотрел, говорит, правильник. Я на повернул, что... Ты понял, про кого-то говорит. Так вот. Овел Бэк там джуниор. Все-все. Давай-давай. Вот у тебя есть... Прости, прости. Начинается сезон. Начинается сезон. И главный quarterback это чувак, которому в самом начале... В начале любого розыгрыша дают мяч. Ну, кроме крайних, когда там у них есть еще филдгол, тогда там чувак должен пинать. Вот. И еще там... Ну, короче, почти всегда ему дают мяч в руки. Он такой, типа, самый важный. В русском названий нет, потому что у них, как бы, фуллбэк это защитник, хавбэк это полузащитник, а он, типа, четверть защитник. Росгвардеец. Росгвардеец, да. Короче, росгвардеецу дают мяч, и он должен его закинуть. И главный росгвардеец, он ухитрился, типа, получить травму. Кстати, вот этот росгвардеец, о котором ты говоришь, во всех фильмах студенческих, вот этот красавчик... Да, да, да. Вот это росгвардеец. Да, росгвардеец. Капитан команды. Да, он получил травму. Я, когда поехал, он уже получил травму, непонятно, почему, может, у него в стаканчик пластмассовый кинули, может, что еще опасное произошло. Вот. В общем, он был травмиром. И на его место вышел новый росгвардеец, которого из Европы привезли, который там у них играл в каком-то их НФЛ, и, типа, на него никто не ставил. И дальше они начинают просто всех дрючить, они дрючат, 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 потом в середине... Это все на твоих глазах. Да, то есть, сколько-то лет они сосут, лет 10, а тут они начинают... И тут в середине сезона у них сбой, они встречаются с командой Тенниси и проигрывают им, и все говорят, ну, вот эти чуваки лучше. И дальше они снова всех дрючат, выходят в плей-офф и выходят в финал, в Супербол. И у них камбэк, та самая команда Тенниси, которой они проиграли, они с ней встречаются. И там матч, где все решается в последних минутах. Нет, ну, я смотрел, типа, дороговато на Супербол съездить, извини. Вот, все решается в последних минутах, они выигрывают, и ты такой на все это смотришь и думаешь, это офигенно. То есть, весь сезон, весь сезон он был как вот придуманный. То есть, там еще, конечно, команда, команда, как и должно было быть, она была собрана из там отребья. Знаешь, типа, вот чувак, у которого была одна известная команда, потом команда похуже, вот здесь он уже, типа, перед тем, как выйти. Все мое столкновение с американским футболом было на лекции, посвященной фильму «Мой парень псих». Вы помните фильм «Мой парень псих»? Конечно. В оригинале он называется… Silver lining notebook он называется. Да, он называется «Сборник лучиков надежды», это отсылка к американскому футболу, и весь сценарий фильма расписан так, как будто бы, там же главный герой Брэдли Купер возвращается из психбольницы, ну, по-моему, из лечебницы. И это, типа, отсылка к тому, что футболист восстановился после травмы и хочет войти в игру, то есть вернуть свою бывшую. Типа, весь этот фильм «Мой парень псих» с Брэдли Купером и, как зовут, Дженнифер Лоуренс, по-моему. Да, может быть. Да, Дженнифер, да, построен полностью, но полностью на отсылках к американскому футболу. Ты знаешь, удивительная тема – это как люди, условно нерожденные локально и вынужденные, да, «support your local team» выбирают свою команду и как она отражает, не знаю, наверное-таки эстетическую составляющую. Я, когда выбирал свою команду, это произошло случайно, но сейчас, когда я задним числом анализирую, мне нравится, что я болею за «Стилерс», потому что в ней вот очень много моего. «Стилерс» – это команда, у которой шесть кубков, у которой нету группы поддержки, потому что женщины на холоде в Питтсбурге на открытом стадионе не должны быть. У них логотип только на одной части шлема, то есть не с двух сторон, потому что такая традиция, так сделали, получилось, не было второй, хорошо играли, так и осталось. У них до какого-то времени у NFL была традиция, они играли всегда, то есть у них не было, типа, плохие погодные условия, не было такой опции отмены. Вот в Питтсбурге был матч, когда там, типа, восемь игроков в результате, по-моему, оказались со сломанными пальцами. Было настолько холодно, что, когда они кидали мяч, мяч, типа, становился настолько твердый, ты его ловишь, ломают палец, тебе его заматывают, и ты дальше играешь. Ну, типа, потому что… Есть понятие «айсбол», когда играет в снегу. Но, ты знаешь, как ни странно, NFL – это, безусловно, очень важный элемент американской культуры, но не настолько, как студенты. Студенческий футбол, он больше связан с людьми, потому что ты где-то учился, в большинстве своем ты учился в каком-нибудь большом государственном университете с хорошей, большой спортивной программой, где есть хорошая футбольная команда. И там твои эмоции чище, потому что ты болеешь за своих, за людей, которые, собственно говоря, учатся за соседней партой. Ты смотрел этот великий сериал «Огни и ночной пятницы»? Я обожаю этот сериал, но он про школьников. Ты не смотрел? А, он про школьников. Это школьников. Подожди, там идет пятница, суббота, воскресенье. Пятница, смотри, пятницу играют школьники, субботу играют студенты, в воскресенье играют про. Хорошо, вот, и интересно у нас… Плюс еще день благодарения. Конечно же, он… Ну, сейчас они разбили, там и по четвергам играют NFL, вынесенные матчи, чтобы как-то разбавить эту историю. Там телекамп, ESPN и, по-моему, Fox вытащили матч на четверг. Вопрос в другом, что вот Виталик Писецкий, наш очень хороший товарищ, который один из редких ребят, который из Москвы, уехал и играл за Висконсин. Кстати, играл он кикером. Кем еще может играть европейц? Конечно, кикер. Что это, пацаны? Кикер – это вот человек, который бьет ногой. Там есть позиция, человек, который выходит 3-4 раза. Понял, понял, понял. Но это очень важная позиция, потому что ты можешь принести 3 очка очень важных с филдгола, можешь сделать реализацию дополнительно… Мы сейчас уносим тебя в какое-то непонятное измерение. Да, я сразу… Я все это знаю, потому что я сразу вспомнил очень претенциозный и, возможно, с элементами тупости сериал «Футболисты». Этот сериал называется «Бойлерс». «Бойлерс», да. Ну, Дуэйн, да. Но там клевый первый сезон, он действительно очень… Да, реально. Но ты знаешь, если ты в культуре футбольной, там, а дальше, когда началась вот эта «Калифорния» и так далее, и там подобное… Особенно последний сезон, который через интервью… Да, это все уже… Я бросил смотреть после первой серии, мне вообще не понравилось. Ну, ничего. Потом Дуэйн. Очень сильная была история с обсуждением Дуэйна на этом суперболе, потому что это человек, который ассоциируется исключительно с компанией «Андер Армор». Он лицо, часть, у него линейка, и вдруг в первом ролике представлений, в этом году они сделали очень круто, он выходит в кроссовках «Онклауд». И, естественно, вся аналитика вокруг этого, это как так получилось, что «Скала» вышел не в «Андер Армор». Почему «Андер Армор» просел в России и провалился? Ну, неправильно, его затащили. Да? Да. У меня была 40% скидка. Мне вообще печальнее всего. Вообще история с «Андер Армор» очень интересная. История с «Скари», который был атлетом «Найки», с которым очень плохо обошлись. Ему предложили типовой контракт, где вместо его имени вообще был другой баскетболист прописан. Он развернулся, и благодаря этой ошибке «Найки», «Андер Армор» закрепился на баскетбольном рынке, и непосредственно «Стеф» принес сумасшедшие деньги «Андер Армор». Вообще эти истории взаимоотношений. Друзья, чего уж далеко ходить? «Найки» бы не выжил, если бы у «Адидаса» были бы деньги на Джордана. У тебя на кепке Джордан. Жорик. Черный на черной кепке. Что-то мы скачем по темам, а это нормально. А это так всегда. Да, у нас же неотчетная работа. А, ну отлично. Нам зашли поболтать. Но сериал «Огни»… Хороший. Очень крутой. Так вот, возвращаясь, надо как-то хочется сказать, что футбол, НФЛ так силен, благодаря тому, что ты видишь, сколько там уровней. И на каждом уровне люди болеют. То есть они болеют за школу, потом они болеют за свой университет. И вот они в конце… Они параллельно болеют за свою команду. И причем эти футболы очень сильно отличаются. Ну то есть, например, если смотреть университетский футбол, то он чаще более легкий. То есть там как бы в НФЛ там прям профессионалы. То есть они выходят, формация, дальше, значит, происходит непосредственно 3 секунды игры, дальше опять все разошлись, опять что-то там это. А в студенческом бывает какая-нибудь такая, знаешь, безумная дичь. Типа Хейл Мэри, например. Это когда… Я помню, когда там чувак Хейл Мэри перепрыгнул через человек. Это бывает очень часто. Хейл Мэри, это когда с конца… Это последний шанс. Отербек бросает куда-то туда и… Поймают, не поймают, и вся команда собирается, и дальше уже там как бог пошлет. Типа, если твои поймали, вы получаете очки. Если твои не поймали, все, ну типа… Ну то есть вы говорите, если ты не американец, ты не до конца понимаешь эту игру и не понимаешь, почему за нее болеют. Ты знаешь, нет-нет, она очень… Наоборот. Наоборот, да? Наоборот. Помимо этого, есть у NFL такая отдельная ветка, которая называется NFL Films. Они исторический обзор матчей снимают на кинопленку. Серьезно, что ли? Да. До сих пор? Да, конечно же. Любого матча? Любой матч. У них обзор в виде кино, отдельно снятый на кинопленку. Вау. Этим занимается подразделение, которое называется NFL Films. Там даже оно видно, что оно другое. Ты типа смотришь, и там другая картинка, потому что она пленочная. И там вот это все, и поставленный голос, и у тебя мурашки, потому что эпик, и все такое. Я теперь понял, откуда все взял UFC. В плане вот этого обратного. Что там, такой пафос. Конечно же. Вжимайся в диван от своей ненужности этому вечеру. Насколько ты ничтожен сегодня. Абсолютно. Насколько ты ничтожен сегодня. Тут еще очень клево, что американский футбол идеально подходит под восприятие стори-тейлинга. Ты очень круто на нем можешь идти от классического, от большого до маленького. Что вот сейчас мы находимся здесь. Это такой-то город. Сюда приехала эта команда. Она имеет отношение с этой командой так-то, так-то. А вот эти чуваки и вот чуваки должны сегодня какие-то в свои личные вопросы. Ты сразу же погружаешься. У тебя есть тема. Даже если ты как будто вне спорта, у тебя сразу же появляется огромное количество крюков, на что они тебя сажают. И, собственно говоря, абсолютно нету разницы, они делают футбольный матч или кино. Да. Там, понимаешь, там, вот я говорю, матч можно обсуждать неделю. Просто там же каждый раз, там, типа, чувак-капитан на поле принимает решение. Решение принимает этот, как его, тренер. Там у них есть забавная фишка, что у тебя есть тайм-ауты, да. Но ты, если ты не согласен с решением судьи на поле, ты можешь, типа, поставить на кон тайм-аут. Вот судья главный поднимается, у него видеоповтор, он возвращается, и если остается, типа, решение, как было, ты теряешь тайм-аут. А если он, типа, отменяет решение, то тайм-аут остается у тебя. Там, короче, вот эти все вещи, все эти штучки и все это вместе в результате дает еще, знаешь, пищу. Правильно ли он принял решение? Вот они в нужной формации были. Нужно ли было да им делать, понимаешь? И ты на все это смотришь, и оно вот как снежный ком. И там нет такого, понимаешь, когда они вот это еще обсуждают, нет такого бесполезного обсуждения, знаешь, типа, ну, они вышли, сыграли, могли бы сыграть лучше. Там прям цифры, цифры, цифры там, потом это. Круто. Но, к сожалению, это все уходящее, потому что аудитория стареет. Сейчас средний возраст аудитории NFL в районе 45 лет. И это продолжается. Они пытаются что-то из этого сделать. Они выяснили, что для молодежи... NFL, TikTok. Ну, помимо прочего, нет, они самое главное другое выяснили, что для молодой аудитории перестала быть актуальна тема лайва. То есть вот быть здесь и сейчас свидетелем для молодежи уже не важно. То есть поэтому они делают условно на следующий день конденсент, оставляя только важные эпизоды и сделают из этого приемлемый видеоконтент. То есть пикселизируют по возможности максимально близко для восприятия формата, близкого для молодой аудитории. Тут скорее не проблема лайва, тут проблема по программированию, то, на чем живет телевизор. То есть на самом деле формат лайва же живой. Стримы, вот это все, оно есть в интернете, оно очень пользуется популярностью. Да, но для них это перестало быть основной. То есть я готов смириться, но... С лайвами просто обычно там условно у тебя есть лайв, и он не обязательно в конкретный день, в конкретное время. Типа вот кто-то будет что-то стримить, да. И это означает обычно, что, ну типа ты заранее сообщаешь, и твоя аудитория в курсе, и она потом подключается, когда уже увидела. В процессе. Да, в процессе. И это такая, на самом деле лайв никуда не делся, просто он стал более гибкий. И с такими ивентами так нельзя. Ну то есть типа я захотел сегодня, играю в 7, да, типа в Skyrim и всем стримлю, а хочу в 9, а хочу завтра. Я написал все-таки, о, ну хорошо, там это, подготовились. То есть это какой-то шот-нотис, да, то есть пропала вот эта история. Это же в том числе большая проблема-то и телевизора, что вот это вот жесткое программирование перестало быть актуальным. Потому что, не потому что это типа людям нужен короче контент. Нет, посмотрите, там Скорсезе смотрят на Нетфликсе, да, вот, их вообще сериалы смотрят, а сериалы сейчас это длинные фильмы. Важно, что сместилось представление о том, когда ты к этому лайву готов. Да, но при этом согласить, что вот этот пресловутый искусственный интеллект делает для тебя программирование. Может быть оно мягче упаковано, но все равно открывая свой YouTube, ты получаешь свою программу передач. Это попытка искусственного интеллекта делать для тебя программирование. Я, например, он вот, ну, настолько он не попадает в то, что мне нужно, что... Пока. Ну, ты знаешь, я думаю, что и вообще, смотри, у меня есть гипотеза очень понятная. Есть про это смешная картинка, да, ну, как учится искусственный интеллект. У тебя есть большое количество примеров, если совсем грубо. Ты как-то там их обрабатываешь, обучаешь систему, и дальше ее используешь. Ну, вот. Ну, и была такая замечательная картинка, что, типа... Была замечательная картинка, где, типа, на картинке, типа, машины, да, с мечами. Роботы с мечами разбитые валяются. И, типа, люди такие переговорят. Я, говорит, когда думал, что восстание машин будет, почему они, типа, с мечами? Ну, как, говорит, искусственный интеллект проанализировал все войны и выяснил, что большее число войн было выиграно именно мечами за всю историю. Понимаешь? Поэтому, ну, как бы, вот это очень важная логика. Я могу ее объяснить. Мне кажется, и моя гипотеза, что задача рекомендации контента, полноценная рекомендация контента, это интеллектуальная задача. Она требует настоящего интеллекта. А то, о чем мы говорим, это интерпретация. Вообще все нейросети – это такие просто хитрые интерпретаторы. Они с одного голоса, с одного умного языка могут перевести тебе на другое. Грубо говоря, они тебе говорят, о, тебе нравится, ну, типа, это же, знаешь, вот типичный пример, о, ты искал фотоаппарат, давай я тебе покажу еще 10 фотоаппаратов. Ты же заинтересовался фотоаппаратами. Ты очень важную тему поднимаешь, и, по сути дела, по этой причине такое серьезное отторжение современной музыки, потому что это тоже интерпретация. Конечно. Потому что достаточно, ну, на хорошем... Причем они, сволочи, специально, специально все делают, чтобы мы старую добрую музыку слушали в максимально низком битрейде, чтобы не чувствовалась системно большая разница того, как делали раньше, и как они пытаются навязать искусственно. Здесь никто не навязывает. Не то, что есть злодейская контора, которая собирается... Нет, это просто проще. Это просто история о том, что вот у тебя есть какие-то вещи, которые в близком... Ну, как бы проблемы с искусственным интеллектом и вот с этими, со всеми вещами, что они часто воспринимаются как панацея. То есть люди смотрят, такие говорят, о, теперь у нас есть искусственный интеллект, теперь нам не надо думать. Да? Ну, а вот, например, есть такой подкаст «Куджи», да? И там вот мы регулярно вспоминаем сериал. Вот мы вспоминаем сериалы не просто так. Типа, сегодня наша тема, сегодня мы будем вспоминать шесть смешных сериалов. Вот мы говорили, 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 и такие, о, кстати. Вот это кстати. И эти рекомендации очень востребованы. В прошлый раз не назвали правильно этот экономик наркотиков? Назови правильно. «Бизнес оф дракс». Все. Вот, там же типа половина комментариев из двух тысяч было. Друзья, «Хай Фиделити», очень хороший сериал, посмотрите. Я же написал пост «Куджи» большой про «Хай Фиделити». Да? Жаль, жаль, очень жаль. Хороший сериал. Слушай, а почему тебе жаль? Тебе кажется, что из этого можно было дальше наматывать сопли ее? Сопли ее? Нет, я вот... Это такой сериал, как тебе сказать, знаешь, такое есть понимание для лейт-шоу. Стакан теплого молока перед сном. 24 минуты формат. Это не может быть тяжеловесным сериалом. Вспомни, сериал по 24 минуты, который длится, который очень такой, знаешь, глубокий, многослойный, который вгоняет тебя в какие-то мысли. Такого нет, 24. Все прекрасно. Я говорю про системное продолжение. То есть ее запустить по кругу, как белку в это же колесо. Да, вообще. Ну, видишь, они посчитали. Атмосферный сериал. Атмосфера шикарная. Шикарная хорошая, приятные люди, очень много шуток. Более того, место Кьюсака, Кравец, что можно быть. Что, что была теория большого взрыва? Разве это не было все по кругу? Ну, что вы? Конечно. Это было все по кругу, но с наворотами. Просто Шелден по кругу гоняли и наворачивали. Ты знаешь, я тебе даже могу сказать, теория большого взрыва была забавна. Теория большого взрыва попала в неожиданную ловушку. То есть, когда они начинались, типа, была такая культура гиков, да? Все-таки у гики там комиксы. Но проблема заключается в том, что... Что они закончились? Нет, что когда начался теория большого взрыва, стартанул Марвел. И спустя каких-то пять лет, ну, как бы, раньше там, «Железный человек против Тора». Все-таки, блядь, о чем ты, чувак? Ну, что ты несешь? Сейчас «Железный человек против Тора». Они что, конфликтовали, что ли? Они как будто бы обесценили ту информацию, которую там все слышали. Да, то есть, они... Вот это была история, как вот у них был свой собственный мирок, а дальше пришел Марвел, взял этот мирок, разрезал, упаковал, раздал всему миру. И теперь весь мир знает, что «Железный человек». Что такое спин-офф, кроссовер? Все такие, ну, конечно, ну как? Но сериал великий. Теория большого взрыва. Первые какие-то сезоны, да. А дальше, ну, ты прав. Костюм Доплера, помнишь, он был? Офигенный, где он был в полосках. Да, да, да. Так, давай спросим следующее. Давайте еще про сериалы поговорим. Я обожаю сериал «Академия Амбрелла». Так, если ты подготовился, во-первых, ты взял какой-то сложный сериал. Почему? Сложно. Академия? Почему это сериал, который... Сейчас, сейчас скажу. Его, это по комиксу, который написал вокалист My Chemical Romance, по-моему, группы. Вот, что-то типа такого. Это кайф. Ну, как называется еще раз? «Амбрелла Академия». Академия Амбрелла, я не знаю, как он по-русски. Академия Амбрелла. Не смотрел. Да, вот она... Два сезона. Два сезона. Первый сезон я еще держался и смотрел по серии в день. Потому что второй я посмотрел. А ты знаешь, для меня другая в нем проблема. Первый сезон написали саундтрек. Крутой. Ага. А второй сезон они сделали прямо с Spotify. А неправда. А там есть офигенные каверы. Там очень круто сделано. Там какая-нибудь крутая песня из 60-х, а потом офигенный кавер на какой-нибудь современный. Я такое очень люблю. Да, но я говорю, что они к первому сезону, к музыкальному сопровождению подошли более аккуратно. Ребят, это про вот этих каких-то плохих парней, супергероев. Вот эти. Они очень странные, но это правда очень хороший сериал. Ты сейчас не смотри. Я смотрел, ребят. Хорошо. Я смотрел. Ну раз я не упомянул, я смотрел. Был такой сериал, назывался «Стокер». Ну, который сталкер. Который, ну, как бы есть такой вот, когда там преследователь, я не знаю, как по-русски. Это такой типичный полицейский процедурал. То есть, грубо говоря, есть женщина-следователь. Она... Не, нет, он гораздо проще. Женщина-следователь, там какое-нибудь интересное дело, где чувак преследует девушку, он какой-нибудь настоящий маньяк, и там их ловят. Вот этот сериал, по-моему, он был один сезон всего. Он был замечательным тем, что в конце каждой серии играла песня. И это был кавер на какую-нибудь очень популярную, веселую песню. Вот это я называю подход. Сделанный максимально грустно, понимаешь? Вот это я называю подход. Я такое помню, когда был трейлер этого Сталинграда от Бондорчука. Там же музыку писали, он же Беспалево, там музыку писали те же люди, которые писали музыку на минуточку для Твин Пикса. Вот. И они взяли песню вот это. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I tell to myself what a wonderful world. И они сделали, они взяли мелодию, чуть-чуть ее переделали, и получилось, и песня, и сделали такую песню, знаешь, в стиле такого медленного гранжа. И такая получилась депрессивная песня. Ну ты представь, тебе трейлер, типа лодки плывут, обстрел, города горят. И типа what a wonderful world. А этот замечательный английский сериал, который называется Половое воспитание, что ли? Нет. Нет. Все про него говорят. Мрессик, Мрессик. Как так? Мистикс? Нет. Мистикс? Миссис? Скинс. Я пошел в интернет. Скины. Нет, вы его видели? Сейчас я его скажу. Вы скажете, ааа, острые козырьки. Ааа. Это очень смешная шесть. Скинс. Скины. Скинс. Скины. это смешно потому что сериал не про скинов как пробег надо спросить пробег пробег крысик как прессик про я не знаю чего нет кайс вы пропустили самый главный сериал так так там роль психоаналитика играет чувак из прослушки я вот его не люблю знаешь который который потом в сериале любовники играл ну да не люблю его почему-то прослушки он крут по мне вот вы сейчас говорю американский футбол по мне ты занимаешься бегом я занимаюсь триатлоном триатлон ты плаваешь бегаешь и ездишь на велосипеде ты бегаешь больше чем и из всего этого что делаешь больше или все ну вот так получается что больше всего должен проводить в седле ты должен ездить на велосипеде больше велик обожаю но у меня сбила машину в этом году с тех пор не сел пост травматический но я упал велосипед у меня титановая ключица но я сел да но меня сбили это да для меня я очень хочу я всегда смотрю на этих бегунов по набережной если такой один один вечер ждите я выйду ждите я выйду бегать ребят один день ждать но это самая нудная из всех физических упражнений вещь для меня именно побежать говорят с детства из горит из куторана разрушит нет это называется ранос хай ранос хай на так и туда но у тебя эндорфинчики прилетают и ты просто любишь всех любишь скажи же расскажи расскажи как расскажи про приход давай поехали эндорфиновый приход ребят давай самая крутая так давай ну во первых ты давай сразу сколько надо дином минут 40 над пробежать с какой скоростью у него не важно не важно то есть это потихонечку надо в это войти и потом ты становишься королем жизни ну вот есть ну то есть понимаешь достаточно пробежать 40 минут да и и и тебе становится правильно хорошо ты ты ловишь дзен ты знаешь ответы на все его каждый день ты каждый бегать я сейчас бегу каждый день но это конечно же уже форма насилия собственно от собой музыка безусловно это единственное в чем мы свободны это выборе зависимости все это конечно вот я хотел прокомментировать так это все тогда я не готов сейчас говорить относительности относительно здоровья зожи и всего такого каждый выбирает форму насилия над собой ровно исходя из своих ощущений у меня нравится то что это смесь физической нагрузки и анализа но ты слушаешь музыку во время я не нет я слушаю себя я меньше иногда бывает какая-то нудная на низком пульсе теперь надо сделать работу на рекавери тогда я включая музыку благо нам разрешили выдали талон на спотифай а там есть очень крутые специальные спотифай в россии уже по талонам у нас проблемы мы даже есть очень хорошие плейлисты беговые правильные причем спотифай еще собирает плейлисты под твою музыкальную предпочтение это круто там дел берешь там например тебе надо бежать медленно ты берешь какой-нибудь плейлист на 160 bpm но это чтобы соответствовал каденсу то есть соответственно и темпу и идешь и начинаешь думать во первых в чем мне нравится еще бег в том что очень часто заходя с какой-то группой вопросов туда профессионального характера ты выходишь с ответами ну во всяком случае без ощущения упёртости в стену у тебя появляется какая-то некая некая легкость и вариативность в решениях это с одной стороны с другой стороны как немного гиковатый человек который пытается разобраться во всем чем он занимается я занимаюсь тренером и потихонечку для себя значит этот юный натуралист знаешь биомеханика работа сердца и все 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 вокруг а потом мне ребята там есть очень хороший канал на ютубе называется бег вредин там есть цикл очень хороший когда профессионалов врачей или крутых спортсменов зовут и при препарируют тему и раскрывают этот кейс и это стало тоже интересно то есть это какой-то такой научный подход ко всему этому не тоже дико нравится но я буду обычные вещи спрашивай ты философствуешь а потому что ты решила пришел на утренний шоу в радио комсомольская правда или я уже говорю что я тебе завидую что только в философствуешь вот так бег ты каждый бегаешь да и извини пожалуйста еще вокруг бега есть очень крутые бренды да я знаю я все это понимаю да это это кстати тоже вот и зря смешно некоторым людям наоборот они все покупают типа красивую полностью экипировку это для них стимул как заниматься надеть это пойти заниматься хорошо я бы странно во всем беговом приходить в офис согласись были ли в куджи сидят кутинам и заболевать наш был про сам бега шо вы еще в лосиновый зато комфортно да нет я хочу спросить рациональные вещи абсолютно сколько лет ты занимаешься четыре года четыре года ты почувствовал есть разница между тем кем ты был чисто физически по здоровью до того как то конечно же да ты через сколько ты примерно почувствовал полтора два года то есть вообще механика меняется твоя поведенческая модель на модель твоего питания собственно да я стал на 30 кило меньше весить я стал на часа три меньше спать и останавливаться я чувствую себя хорошо и качество моей жизни определенно для меня улучшилось это важно с чем я в этой ситуации нахожусь это одна из вещей которую я могу предъявить в качестве плюсов окей самая большая дистанция который ты пробежал марафон до сколько километров 42 и 2 42 и 2 как ты себя чувствуешь в ночь после марафона когда ты ложишься спать и можешь уснуть но там не всегда там конечно же есть какие-то химические составляющие они сейчас не допинг имею ввиду гормонального характера я сплю после марафона хорошо да но потом неделю ты восстанавливаешь химический составляющий ты имеешь ввиду какая-то пост марте зону карте зона по 100 терапия бывает ну и ты нормально засыпаешь следующий день у тебя болят ноги и они должны несколько дней болеть что ты делаешь несколько дней после марафона 40 я отдыхаю ем питаюсь пью витамины ну там нет такого что ты там не можешь ходить там но вопрос того как ты к этому подготовился если ты был готов то есть какие-то забивается у тебя там молочная кислота в большом количестве образовалась безусловно тебе тяжело ходить но это все восстанавливается но эмоциональная составляющая да вот эмоциональность очень круто ты доволен ты доволен андрей побежим марафон когда есть ближайший марафон московский вот осенью когда но вам надо года два к слушать с года два сколько сколько можно пробежать давай давай отмерить 10 килограмм почему пройтись я сегодня пробежал 5 миллиона на дороге 10 км в рамках московского марафона и ты за сколько это неважно вижу суши нет не подожди очень простая никогда не любил бег я тоже прикол в том что очень много пытался бегать бегал типа эти сраные 40 режима у меня вот этого подряды жарфинового вот я тебя кида а вот это никогда я вот а велик нет я пель а велик я вообще не очень понимаю зачем это нужно манил мидал эйдж мэн ин лайкро это вот представь меня беговой одежде я тебя представляю спасибо не надо меня признать на побежать дай когда мне оставлять надо побежать во-первых ну надо быть физически крепким андрей я нормально физически тогда не бежим я просто не не любая снова бед это сначала потом открывается велосипед со своей всей эстетикой божественной эстетикой велосипед это блин это вот франция италия от эспрессо бара к эспрессо бару это длина обязательная обязательная длина носка был очень крутой пост лет пять назад в фейсбуке он просто вирусил фантастически рожжу ну да велосипеда да просто надо бить этот момент когда приобретены спортивные часы момент в моем случае упущен гайд пущен я говоришь джинн выпущен из бутылки там был монолог от лица женщины она горит вот на самом деле вам кажется здорово муж типа купил спортивные часы он стал ходить зал сейчас все будет нормально сейчас он подтянется и дальше она рассказывает как сначала он подтягивается потом он бегает ну стал более подтянутый потом он приобретает велосипед и все дальше значит в квартире живет муж велосипед и оставшаяся семья потом велосипедов нужно не один кроссовок должен быть больше одних пары и велосипедов несколько соответственно увеличивается количество велосипедов дальше начинаются вот эти подготовки когда его нельзя трогать потому что у него сейчас вот он готовится к марафону к триатлону готовится я хочу услышать панч нет главный панч застала его с велосипед нет панч вот был в начале на самом деле надо пиздить мужа когда он купил часы спортивные я не чтоб вот что вы знали я ненавижу текста заголовками женщина и в жена и велосипед это тот редкий случай когда мы там вся бейлого разогресса фруктуру и супер ну я смотрите мы вернемся к сериал брейсик посмотрите его пожалуйста он за охерительные там два сезончика он безумно веселый я не люблю британский сериал это важный нюанс не любишь он вообще не британский то есть он британские но ни хрена не британский уже я вот это как в монологе про лук знаешь типа вот у этого у кого-то этого был артура типа вот здесь есть лук но он совсем не чувствуется поэтому ты такой зачем здесь лук не я просто из всех британских я люблю мне лютер очень понравился но он просто такой безвыходный шерлок не весь не весь согласились предыдущему черное зеркало какой же он британский то чертанский мизи первый сезон baby я не смотрел ничего дальше первого сезона потому что это бессмысленно все дальше это нижнюю первый сезон топ в последнем сезоне была хорошая серия все как будто уже повторяется где играет чувак из который играл мариарти в шерлоке вот он там хорошая серия про типа twitter такая слушай а вот этот сериал про пропавшую девушку девочку в португалии как он очень крутой сериал как он называется вот это реальная история где на юге португалии пропала девочка не помните где папа римский аж искал эту историю не знаю мы мы так аккуратно с вами поговорили про netflix и про документальные да что про last dance мы будем говорить про last dance но андрея немножко не в теме и мы немножко я не смотрю и не будешь смотреть пока нет нему не интересно это не скажи про last dance не очень я знаю важен этот сериал да а ты сейчас нам отчитывает не давно пытались вначале что-то из часто чем мы снимаем продюсируем для разных телеканалов в том числе около спортивные вещи или вообще раз около спортивным и делаем в youtube чеки очень такой клевый бег вреде на который имеет свою очень крутую обписывайтесь ребят да вот возвращать не было очень важно чтоб молодежь увидела как должен выглядеть суперзвезда спортивная что это должно быть вот такое животное и вокруг должна быть выжженная поляна и это очень круто ты не думаешь что это возможно только в таком виде спорта как баскетбол потому что это для аса понимания типа крутости спортсмена очень комфортные условия созданы вот как-то так и правило именно в баскетболе где ты можешь выделить то есть ты можешь осязать величие очень просто а фэлпс нет ну как ну фэлпс четы один раз в четыре года майкл джордан каждый день не каждый день ну давай начнем что практически каждой неделе просто к сожалению фэлпса или условно ncw студенческую плавательную лигу не так часто показывают но это тоже каждый день и каждый день неделю соревнования между университетами которые собирают огромное количество людей мы говорим о величии с точки зрения поп-культуры то да величие спортсменов для меня почему на что-то сейн болт кимчоги давай смотри он брэди давай давай смотрите за что за что за что за 1 радон на нет вот возьмем мою маму давай я это говорил в одном из каких-то неважно на него делай базе возьмем мою маму и мод сидим играет классику барселона играет играет то старая классика месси и роналду два великих на данный момент игрок очень прикольно что старая классика у тебя мессима но для меня 100 хорошо да ok десятилетней давности это старая классика нет давай давай недавно да и вот мы будем смотреть с моей мамы с папой которые не смотрят футбол я скажу вот здесь играют два великих спортсмен и может сложиться так что у роналду будет какой-то эпизод какой-то обведет ударит по воротам у месси моя мама спросит а почему они великие но если мы включим игру chicago bulls не знаю игру лос-анджелес лейкерс и и я спрошу своей мамы мама кого ты выделишь среди всех этих людей я уверен она выделит ли брона я уверен она бы выделила она не знаю у рассела уэсбрука я уверен она бы выделила майкла джордана потому что обстоятельства игры так сложены потому что этот как-то так получилось это что он может подпрыгнуть что у него может быть личное противостояние что он может конкретно против кого-то играть все остальные виды спорта это каждый это каждую неделю и есть вот эта тема с чудом как вы говорите можно забросить то есть обстоятельства конкретной игры в баскетбол и имеешь в виду личный вклад баскетболе выше чем собственно говоря в других видах спорта вот сама игра баскетбол так устроена что ты ее понимаешь вот даже далек ты от спорта ты ее понимаешь понимаешь да ты знаешь мне чё кажется сейчас подумал мне пришла в голос совсем абсурдная идея вот я подумал то есть все что ты рассказываешь применимо к хоккею вот все тоже вот рази да слушай мою мысль но хоккей и баскетбол отличаются очень важными вещами то так а ну как какими вот на самом деле то как они выглядят на экране если ты посмотришь хоккей снимают издалека и люди ездят баскетбол всегда снимают снизу вверх все люди в баскетболе они вот эти вот все красивые эти тебе показывают как он взлетает прикиньте хоккеисты взлетали чтобы забить шайбу ты знаешь очень правильную русле мыслит просто один из видов спорта который системно отличается живьем и по телевизору это действительно хоккей потому что скорость к сожалению пока не передается визуально так круто а все что происходит на ты представь же ты был на хоккее живьем нет но вот я тебе настоятельно рекомендую это сделать когда-нибудь потому что ощущать вот я помню свой первый хоккей и собственно говоря появление стиллерс питцбург моей жизни пришел через пингвинов когда это лос-анджелес тогда старая арена вот абсолютно компактно абсолютно белое полотно и на это белое полотно выходят здоровые мужики в очень красивой форме для ребенка визуально это просто фантастика и живьем хоккей выглядит несопоставимо круче чем по телевизор и он при этом живой хоккей выглядит также интересно как живой баскетбол я тебе говорю как человек который видел живой баскетбол самого высокого уровня и хоккей самого высокого я хочу я хочу обратить просто извини пожалуйста исходя из всего по тобой сказанного баскетбол как поп-культурное явление более понять я тебе сейчас объясню самом начале ты сказал слово животное и мы исходим из слова животное представь себе первобытный мир какой то себе там вид спорта больше всего представляешь хоккей или баскетбол ну хоккей сам по себе дико искусственный потому что коньки палка шайба и все это нового баскетбол это очень контактный вид спорта в плане перепрыгнуть подтолкнуть ударить очень высоко еще раз повторяю прыгнуть с мячом ничего тебе не мешает как мы безусловно сейчас я не фанат баскетбола мы сейчас даже до баскетбол с точки зрения визуального воно щит на выгоня шанс телевизионной точки зрения и поэтому там легче выделяется герою потому что он из чисто визуально отличается конечно же вот мой тогда что же что если бы если бы баскетбол снимали снизу вверх вот так вот площадка вот она вот так бы было более того развивались в четыре раза быстрее и мячик был такой пакет это все бы правило правило ты можешь вот опять-таки last dance чем он всем запомнился почему ты говорят вы должны смотреть все спортсмены типа он сюда для него был вызов там андрей коняев из detroit pistols ух блять я тебя буду уничтожать и понимаешь и у вас дуэль невозможно это футболе невозможно 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 дуэль месси и роналда просто мне кажется нет это вот послушать все должны спортсмены смотреть я смотрел это как я говорю отзывы с той точки зрения что это время моей молодости я вот это смотрю и для меня каждый эпизод связан с джорданом с олимпиадой в барселоне это какие-то живые лично мои эмоции и я вырос в то время когда кроме джордана ну понятно там был бесконечные вот эти журналы привозимые с илари бёрдом и так далее и все это и было интересно и болеть против чикаго хотя там настолько бренд сильный красивый что это было невозможно и непонятно это юта да которая казалось что там произойдет чудо все это элементы из моего детства из того что мы вспоминаю обсуждали и о чем разговаривали и что условно переваривалось в нашем разговоре потому что сейчас я попытаюсь объяснить что я имею ввиду в чем сейчас проблема но все люди да говорят исключительно шаблонами которые они где-то услышали да а когда а когда у тебя информационных потоков нету в таком количестве то увидев я не знаю визуально матч чикаго или опять-таки там уникальная была история рядом с ду с домом моего друга было американское посольство и они там наловчились ловить вот это телевидение для вооруженных сил сша а там а там телевидение для вооруженных сил сша представляет себе набор каких-то передач и футбол баскетбол и какие-то виды спорта которые транслируются для иностранных так сказать контингентов и в рамках этого был большое количество спорта и додумывать все происходящее тебе приходится вместе с двоим другом без аналитики газет и так далее и тому подобное и в этом есть чистота твоих ощущений на который не наслаивается чье-то мнение я об этом говорю а сейчас ты смотришь ты послушал еще перед этим как тони рама объяснил что сейчас будет происходить а потом ты прочитал всех спортсменах с street а твиттерами а потом посмотрел еще две передачи а аналитических еще обсудил это со своим другом и а где там твои ощущения от этого всего круто трудно сказать так мы перешли вообще с тобой можно так понимаю очень долго разговаривать так раз уж мы про спортивные просто да да таш ребят первый мною признанный официальный сникер-хэд очень давно то есть так пусть таш первый сникер-хэд в россии по версии тимура карги ну по версии надо что мне нравится больше первый сникер-хэд в россии звездочек внизу по версии тимура карги если может деть с первым с кем я ну именно которого я вот узнал и я помню статью на look at me по-моему да было так он да был во-первых look at me было разложено потрясающий сайт если честно вообще понятие сайт было блин да ну портал по страничка в интернете страничка в интернете да и там ну вот у таша брали интервью он показался у тебя была отдельная веранда да что-то второй этаж был под кроссовки я такой да круто притом и при том что это я читал как они охотятся за ними это не то что сейчас это тени и вот это все все закончилось и я попросил таша принесли принести его принеси нам эксклюзив ягод только не тревисы и изи таш на меня обиделся издеваешься надо надо да да ну все 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 так ты одни принес я принес одни я хотел просто старые были тоже дико следующий раз когда хорошо принесешь хорошо я просто очень думал что принести давай и решил принести что-то из 2008 из 2008 из 2008 верни мне двойду да ты запускай 2 07 2008 вот это где-то здесь мне кажется именно тогда найки перестала делать коллекции исходя из логики куратора выставки когда они делали что-то длинную и с каким-то смыслом в длину просто потом они решили что для чего это для кого мы все это делаем хорошо эти спрошу из быстрого про что не так связи ну все так но это уже знаешь по начали с квн а была прекрасная шутка у команды квн новосибирского государственного университета это нгу это вот тот юмор тот ученых вот да там было на прилавках на прилавках магазинов появились поддельные елочные игрушки визуально они ничем не отличаются от оригинала но радости от них меньше там самую первую шутку новых армян давай в кого не высшей лиги давай они выходят их объявляю новые армяне они выходят молчат где-то минуты две и потом один из них по моему это бардур джинни бекерна он говорит так вот ты какой иван демидов там это было очень посмотри в живу ночи смешно 2008 году компания nike во первых есть две модели кроссовок которые собственно говоря одни за белых за правду из-за хорошая вещь а вторая за зло за зло это nike sb данк это кроссовки которые для снова с не это скейтборда просто найки уничтожила все мелкие компании которые производили понятно да и был сильный протест у ребят которые на улице катались и чтобы как-то сгладить они данки максимально делали крутые коллаборации там есть коллаборации которые не выходили и были сигнальные например есть данк sb фредди крюгер в расцветку крюгера потом они поняли что там они не разберутся с правами их не выпустили но есть и грубо говоря какая коллекция вокруг самой базовой наверное история это nike force 1 и в 2008 году они сделали вот наверное с с рядом очень крутых уличных фэшн дизайнеров и так далее коллекцию из ряда кроссовок вокруг этой самой nike force 1 я принес самую крутую которую они сделали с майклом лау это китайский чувак который делает игрушки они сделали модель которая называется crazy вот она здесь как вы понимаете она выглядит вот вот так вот так сейчас мы будем открывать а почему она называется crazy давай давайте так потому что она похожа на то как выглядит палата для душевнобольных вот этот самый душевнобольной они уху ху 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 в то есть все белое да это вот собственно говоря стены да и здесь еще видишь отметки сколько он успел просидеть и там внутри еще некие записки сумасшедшего вау круто 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 запизделись народ тоже спасибо огромное всем спасибо все будет хорошо дай дай бог ну вам большое большое спасибо потому что то что я в самом начале сказал что окунуться на кухню где говорят без википедийных знаний всегда клево круто